ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Здравствуйте! В эфире программа «Безопасный город», где мы расскажем вам о происшествиях, случившихся в нашем регионе, и о том, что делается для безопасности наших жителей. Смотрите прямо сейчас. До Польши не добрались. Организаторы незаконной миграции предстанут перед судом. С 14 не только паспорт, но и ответственность. Сотрудники Следственного комитета проводят беседы с несовершеннолетними. 4 преступления, 2 против жены. Не пропустите рубрику «Правовой аспект». Много жертв. Пожарные проводят профилактические мероприятия с населением. В Брянске перед судом предстанут трое жителей Смоленской области по обвинению в организации незаконной миграции иностранцев. В ходе расследования установлено, что обвиняемый в период времени с 5 июня по 26 сентября 2021 года за денежные вознаграждения спланировали и организовали незаконное перемещение четырех граждан иностранного государства из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Российской Федерации для последующего их транзитного переезда через Республику Беларусь в Республику Польшу. Иностранные граждане, находясь в съемной квартире в центре Брянска, полагали, что прибывают в Польше. 26 сентября они были задержаны Брянской полицией. Преступление, выявленное, пресечено сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью регионального ОМВД совместно с оперативниками ОФСБ России. Обвиняемые содержатся под стражей, а иностранные граждане депортированы из Российской Федерации. За совершение указанного преступления виновным судом может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет. Сотрудники Следственного комитета России регулярно проводят профилактические занятия в школах для учащихся и их родителей. Следователи рассказывают о наиболее распространенных преступлениях, совершаемых несовершеннолетними. Советуют, как себя вести, чтобы не допустить привлечения к ответственности. К примеру, нередки случаи использования несовершеннолетними чужих банковских карт, найденных в общественных местах. Стоит один раз расплатиться по ней в магазине и уже статья, причем серьезная, кража. А это до 6 лет лишения свободы. Кстати, уголовная ответственность за совершение кражи наступает уже с 14-летнего возраста. Поэтому, если вами или вашим ребенком найдена чужая банковская карта, ни в коем случае не пытайтесь снять или перевести с нее деньги. Стоит незамедлительно передать ее в органы полиции, которые вернут карту владельцу. Если детям или их родителям требуется помощь сотрудников следственного комитета или нужно оперативно сообщить о происшествии с несовершеннолетними, можно позвонить по телефону доверия 62-01-84, а также на круглосуточную линию «Ребенок в опасности» 62-01-76 или 123 с мобильных устройств. Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Камарического района. Он обвиняется в совершении аж четырех преступлений. Покушение на дачу взятки, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушение неприкосновенности частной жизни и распространение порнографии в сети интернет. Обо всем этом подробнее мы поговорим со старшим помощником прокурора Брянской области Лилией Кравченко. Лилия, здравствуйте. Добрый день, Ольга. Скажите, пожалуйста, если человеку вменяется сразу несколько преступлений, как рассчитывается срок его наказания? Все просто складывается или как-то по-другому? По общему правилу, наказание назначается с учетом всех обстоятельств, способствующих совершению преступления. По совокупности преступлений, когда фигурантам совершено несколько преступлений, только таких преступлений, назначается наказание по каждому из них и окончательно рассчитывается путем частичного либо полного сложения наказаний, а также поглощение наказания менее строгого наказания более строгим. Также существует следующее правило назначения наказаний по совокупности приговоров, когда по последнему приговору суда присоединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда частично либо же полностью. Лилия, а какое из названных мною преступлений считается самым тяжким? Фигуранту уголовного дела вменяется несколько преступлений. И самое тяжкое из меняемых преступлений – это покушение на дачу взятку должностному лицу. Что касается нарушения неприкосновенности частной жизни и выкладывания в интернет фото порнографического характера. То, что обвиняемый так отомстил своей супруге, а не какому-нибудь постороннему человеку. Это меняет суть дела с точки зрения закона? Это абсолютно не имеет значения. Статьей 23 Конституции у нас охраняется тайна семейной частной жизни. И разглашение тайных сведений без разрешения лица не допускается и преследуется по закону. Лилия, спасибо за разъяснение. Всего доброго. Брянские полицейские подвели итоги операции «Самогон», в ходе которой было изъято более 47 литров готовой алкогольной продукции и 280 литров самогонной браги. За незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительной работы на срок до года. А о другой профилактической операции «МАК», которая проводится также регулярно, и не только об этом расскажет заместитель начальника пресс-службы регионального ОМВД Ольга Братулева. Передаю ей слово. Здравствуйте! В Брянской области подвели итоги первого этапа конкурса «Народные участковые». В отборочном туре соревновались 11 претендентов. В финал регионального этапа прошли 7 участников. Все они стали лучшими в своих межмуниципальных отделах. Лидером голосования стал участковый Севско-старший лейтенант полиции Виктор Филиппов. С 7 по 16 октября на сайте регионального ОМВД пройдет заключительный этап конкурса. Лучшего участкового Брянщины жители области определят путем онлайн-голосования. Победитель будет представлять наш регион во всероссийском конкурсе «Народные участковые-2022». В Брянском районе полиции устанавливаются обстоятельства крупного мошенничества. Женщина заявила в полицию и рассказала сотрудникам, что обратилась за услугой в автосервис, где работал ее знакомый. По устной договоренности она оставила свой автомобиль на ремонт. Спустя некоторое время злоумышленник обманом убедил потерпевшую подписать необходимые документы, с помощью которых продал ее транспортное средство. Причиненный женщине ущерб превысил 700 тысяч рублей. По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Автомобиль, потерпевший, который новый собственник уже начал сбывать по частям, полицейские изъяли и вернули законной владелице. В настоящее время расследование продолжается. На территории региона завершилась операция «Мак». В течение пяти дней полицейские выявили 33 очага дикорастущих растений коноплей «Мака» общей площадью 409 квадратных метров. Составлено 45 административных протоколов за употребление, незаконный оборот наркотических средств и культивирование наркосодержащих растений. Возбуждено 6 уголовных дел. Кроме того, из незаконного оборота изъято более 2 килограммов марихуаны. В Клинцовском районе у пенсионера похитили крупную сумму денег. В отдел полиции обратился 91-летний мужчина, сообщивший о пропаже из квартиры 100 тысяч рублей. Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия. Подозреваемая в краже денежных средств была задержана. Ей оказалась ранее судимая за аналогичное преступление женщина 49 лет. На допросе задержанная призналась, что заметила пожилого мужчину на улице и проследила за ним до подъезда. В квартиру потерпевшего она проникла, представившись работницей социальной службы. Пока пенсионер вышел в другую комнату, злоумышленница воспользовалась моментом и похитила его сбережения. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Начальник участковых межмуниципального отдела Клинцовский расскажет, как вести себя, если к вам домой без предупреждения приходят незнакомые люди. Не спешите впускать в жилье незнакомых людей, работниками какой бы службы они не представлялись. Обязательно проверьте их документы и позвоните в организацию. Если незнакомец все-таки прошел ваше жилье, постоянно находитесь в помещении, где хранятся деньги. Не покидайте его по пустяковым просьбам. Если посетителей двое, не разрешайте им расходиться по разным комнатам. Предупредите об уловках злоумышленников, своих пожилых, родственников и знакомых. Обо всех подозрительных фактах следует незамедлительно обращаться в полицию по телефону 02 с мобильного 102. Пожары в Брянской области за последнюю неделю унесли жизни нескольких человек. В поселке Ивановка сгорел частный жилой дом. Погиб один человек. Его личность сейчас устанавливается. В этот же день в Клинцовском районе огонь унес жизнь мужчины 83-го года рождения. 26 сентября в Навле в горящей квартире погиб молодой парень. Пожарные делают все возможное, но они не всесильны. Зато в их силах рассказывать о пожарной безопасности детям и взрослым. Подобное профилактическое мероприятие прошло на днях в Локотской средней школе. Там же состоялись и пожарно-тактические учения, на которых руководители объекта учились грамотно проводить эвакуацию, а пожарные совершенствовали собственные навыки по спасению людей и тушению пожара, а также отрабатывали взаимодействие со службами жизнеобеспечения. Это была последняя информация выпуска. Цените свою безопасность, как самое главное ваше право. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok